С 70-х-80-х годов прошлого века задачи руководителей медучреждений сильно поменялись. Интенсивность работы возросла многократно. Им приходится решать не только финансово-хозяйственные задачи, но и, пожалуй, основную сейчас нехватку медицинских кадров. Деньгами ты их не удержишь, должны быть определенные компетенции, развитие этого молодого специалиста. Ты должен как руководитель ему это представить. На примере той же хирургической службы. То есть межрайонная больница, есть определенное оборудование, эндоскопические операции. Людям интересно развиваться в своей профессии. Развивать и обучать руководящий состав тоже задача не из легких. Сейчас на базе алтайского филиала Ранхикс по запросу Минздрава региона обучаются руководители 15 медучреждений, в основном представители ЦРБ. С мая они занимаются очно и дистанционно. Лекции им читают как педагоги академии, так и специалисты Минздрава. Сегодня, например, министр здравоохранения. Мы уже практически здесь 3 месяца проходим обучение. И тот фундамент мы уже используем. Допустим, кадровые вопросы. Опять же, мы не знали, как составить те или иные трудовые соглашения. Потому что кадровики, вот как я пришел, я понял, что кадровики слабоваты. Пришлось, конечно, поменять кадровую службу. Сейчас у меня этих проблем нет. Нам необходимо найти того самого главного врача, который сможет. Ведь не просто назначить. Главное, чтобы он не сделал хуже в этой медицинской организации. И здесь перед нами стоит выбор найти того самого подготовленного врача, который сможет правильно организовать работу, чтобы не развалилось оставшиеся, не разбежались. Как нам сообщили сегодня, учеба продлится до ноября. Но многие слушатели лекции из исполняющих обязанностей уже перешли в разряд назначенных главврачей. Правда, говорят, совмещать финансово-хозяйственную деятельность с другими все же сложновато. Ведь и пациенты порой требуют внимания от главных врачей. Но чем-то приходится жертвовать. И в этом случае личным временем. Работе приходится посвящать порой до 12 часов в сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.